Чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. А заканчивать это необходимо исключительно, если мы будем наблюдать прекращение попыток, даже не попыток, а такой настойчивой упорной линии Запада во главе с Соединенными Штатами, все это не заканчивать никогда. До тех пор, пока не сочтут, что любыми устранены. Так что на данном этапе мы действуем так же, как наши западные коллеги обещали. Должна быть победа на поле боя. Это их формула, это они отказались от переговоров, заставили киевский режим уйти с переговорного процесса. Причем в тот самый момент, когда еще в конце марта, как вы знаете, была возможность закончить это политическим путем. И за это им грозят наказания. Ведь американцы, они... Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно его будет отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны. И вот эта эскалация, вы абсолютно правы, она вот как снежный ком. Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины. Затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах. Вот так они хотят всех переплавить, чтобы все были, по сути дела, американцами. Продолжение следует...